С вами Жемчужина Стамет, и сегодня мы поговорим о ведении пациентки во время нормальной физиологической беременности. В первую очередь, когда вы узнали о том, что вы беременны, вам будет необходимо встать на учет к вашему гинекологу по месту жительства для дальнейшего наблюдения. Все это будет необходимо для того, чтобы вовремя выявить какие-либо отклонения в ваших анализах и в ваших клинико-лабораторных исследованиях. И вовремя на это среагировать. В целом, беременность не является патологическим процессом и не требует каких-либо лекарственных препаратов во время ее приема. Необходимо просто соблюдать общие рекомендации по здоровому образу жизни. Должно быть полноценное сбалансированное питание. То есть вы должны кушать как обычно, но при этом упор отдавать овощам, фруктам, мясным продуктам. Как можно меньше употреблять вредной, жареной, острой, соленой пищи. Если доктор вас считает необходимым, он вам скажет, какую диету нужно будет вам соблюдать. Иногда это необходимо. Если беременность протекает хорошо, у вас нет никакой необходимости избегать физической активности. То есть в целом она может быть такой же, как и в обычной жизни. Единственное, что стоит исключать тяжелые физические нагрузки, требующие специальной подготовки. После 20 недели беременности вы почувствуете, что нагрузка на ваш позвоночник и на кости малого таза увеличивается. Соответственно, с этого времени вы можете прибегать к помощи каким-то специальным приспособлениям по типу бандажа для беременных. Либо компрессионному трикотажу, который нужно будет носить постоянно, когда вы ходите. Во время беременности вам будет необходимо выполнить 3 обязательных скрининга, которые вы будете выполнять на 11-13 неделе беременности. Это будут биохимические и УЗИ скрининги для того, чтобы выявить патологию плода на ранних-ранних этапах. И, соответственно, решить, будете ли вы пролонгировать данную беременность, либо нет. Дальнейшие скрининги будут проходить с 19 по 22 неделю беременности. И третий УЗИ скрининг после 30 недели беременности. Все это будет необходимо, опять же, для того, чтобы выявить те или иные отклонения во время течения вашей беременности. Если отклонений никаких не будет выявлено, ура, беременность продолжается. Сначала ваши явки с гинекологом, возможно, будут не такими частыми. Достаточно одной явки за месяц, либо, может быть, даже одной за полтора месяца. С увеличением срока беременности гинеколога вы будете посещать чаще. Возможно, раз в 2-3 недели. На более поздних сроках беременности, после наступления доношенного срока, ваши явочки, ваши визиты к гинекологу будут уже еженедельными. Каждой явке гинеколога вы будете сдавать определенные анализы. Возможно, вас сначала напугает большое количество пробирок, которые вы будете сдавать в лаборатории, но не бойтесь, это не страшно. Это необходимо для того, чтобы нам спланировать общую тактику ведения вашей беременности. На самых начальных этапах вашей беременности в дальнейшем большого количества анализов вы сдавать не будете. Если все будет в порядке, то на более поздних сроках беременности мы ограничимся только общим анализом мчи. На самых начальных этапах беременности, возможно, вы столкнетесь с таким не очень приятным состоянием, как токсикоз. В целом, наличие тошноты до 14-15 недели беременности мы расцениваем как вариант нормы. К сожалению, полностью от него избавиться не получится. Но если вы будете дробно питаться, то есть это будут частые маленькие приемы пищи, содержащие в своем составе небольшое количество, например, сухариков, сушек, то вы поймете, что с этим состоянием можно вполне себе справляться без приема лекарственных средств. После 14-15 недели это все пройдет. Также вы можете столкнуться с тем, что вы будете более вялые, сонливые. Также вы должны понимать, что это действие гормона прогестерона, это гормон беременности. И вы можете, ориентируясь на это состояние, понять, что у вас все хорошо. Ничего делать не нужно, это опять же все пройдет, это все временное. Уже ближе к концу вашей беременности вы можете почувствовать, что появится какая-то отечность, вялость, сложно будет перемещаться. Это тоже нормальные этапы вашей беременности, они пройдут с вашими родами. И нужно понимать, что чем тяжелее вам передвигаться, чем больше животик, который находится впереди от вас, тем больше и крупнее ребеночек, и тем скорее ваша с ним встреча произойдет. Поэтому расстраиваться не стоит, нужно просто ждать. На этом все. Будьте здоровы и обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok